В Израиле продавец убил двухлетнего сына россиян. Тетя мальчика Олена Брикман пришла в магазин, где работал убийца, чтобы купить защитный экран для мобильного телефона. Она не торопилась с выбором, и это разозлило продавца. Он оскорбил женщину, назвав ее Гойкой. На следующий день после конфликта Брикман снова пришла в магазин, чтобы пожаловаться его владельцу на мужчину. Также она обратилась в полицию с заявлением о том, что он прислал ей по мобильной связи фото своего мужского органа. Когда Брикман вновь пришла в магазин, будущий убийца дал ей записку с номерами своего удостоверения личности, открытого в полиции дела, и потребовал отозвать жалобу, но она это не сделала. Через месяц после этого разговора убийца встретил на улице Брикман, которая шла вместе со своей сестрой Екатериной Кирюшиной и двухлетним племянником Илаем. На сей раз он понял, что Илай – близкий родственник Алены, и решил убить малыша. 28 декабря 2023 года он увидел сестру и племянника обидчицы, вышел из магазина, достал из своей машины нож и пошел вслед за женщиной, направлявшейся к магазину в торговом центре. Когда мама Илая зашла в магазин, оставив у входа коляску с ребенком под присмотром подруги, он выхватил нож и нанес мальчику четыре удара в грудь, голову и лицо. Подруга Екатерины Кирюшиной попыталась остановить убийцу. Случайный прохожий подбежал, схватил убийцу и удерживал его до приезда полиции. Изрезанный ножом малыш был доставлен в больницу, где врачи вскоре констатировали его смерть. Наследствие убийца дал признательные показания, а также утверждал, будто слышал голоса, которые убеждали его убить ребенка. Семья Кирюшина хрипатриировались в Израиле из Москвы в начале 2023 года.